Если вы регулярно практикуете по делам о вреде здоровью, о смерти, в том числе и ДТП, и медицина, в принципе, одинаково. В среднем за смерть человека взыскивают в пределах 1 миллиона рублей. При тяжком вреде здоровью где-то идет от 300 до 600 тысяч рублей. Это то, что взыскивают суды. Если вред здоровью не установлен, либо это легкий вред здоровью, некоторые судебные решения бывают и 5 тысяч, и 10 тысяч рублей компенсации. Соответственно, насколько будет удовлетворен результатом ваш доверитель, когда он его получит спустя несколько лет. И вот такую компенсацию. Вот в частности, я регулярно привожу пример именно клиникам, когда они с огромными глазами боятся судов. Я привожу пример одно решение. В Санкт-Петербурге гражданин сломал руку, обратился в частную клинику. Ему оказали помощь, ему не совсем понравилось, как ему оказали помощь. Он слетал в Цюрих, полечился там, вернулся в Россию и обратился с иском к этой клинике о взыскании всех своих расходов на лечение в Германии и на перелеты, на проживание. По итогу по делу провели две судебно-медицинские экспертизы, за которые он заплатил в ходе рассмотрения дела. И по итогу экспертиз признали частично, что да, клиника была не совсем права и не совсем правильно ему провели лечение. И взыскали в его пользу 20 тысяч рублей. Все разбирательство заняло 3,5 года. Соответственно, если вы знаете практику, что можно долго судиться и особо ничего не получить, особенно если вы не совсем ответственно и с пониманием дела подошли к сбору доказательств, до того момента, как вы вообще хоть куда-то пошли. Потому что именно на вас лежит вот эта вот ответственность все собрать. Из того, что вы соберете, у вас будет результат. Знаете, это если мы берем яйца и ветчину, у нас будет яичница с ветчиной. А если мы возьмем яйца, муку и молоко, у нас появятся блины. Вот в медицине все то же самое. От того набора, который вы сами соберете, у вас будет результат. Либо положительный, либо отрицательный. Никто не будет за вас это делать. Что сделает следователь, когда у вас будет уголовное дело? Он напишет, в лучшем случае он придет с обыском или с выемкой в медицинское учреждение, изымет историю болезни и довольный с ней пойдет назад. Назначает судебную медицинскую экспертизу. В худшем случае он отправит запрос в это же медицинское учреждение, где напишет, представьте мне эту же самую историю болезни и иные документы, относящиеся к делу. Какие документы? Вот это на усмотрение клиники. Соответственно, если вы клинику защищаете, вы можете объем этих документов самостоятельно определить, какой вы хотите отправить. Потому что номенклатуру в медицинской документации следователь изучать не будет. И смотреть, а где еще могут быть следы данного медицинского вмешательства, которые, возможно, искажены в истории болезни, следователь проверять не будет. Соответственно, все в ваших руках полностью. И возвращаемся к слайду. В зависимости от того, как вы покажете клинике свою осведомленность о том, какие проблемы могут для нее возникнуть, куда вы обратитесь, клиника сразу же будет понимать, что две административки и все. Лицензия отзывается. Никто не хочет терять свой бизнес, никто не хочет терять работу, которая вложена на немало денег. Поэтому буду договариваться. И вы сможете намного быстрее закончить это дело, причем закончить успешно. И вот из моей практики результаты для клиента, для пациента после переговоров, они всегда лучше и выгоднее, чем по решению суда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...